здравствуйте дорогие мои телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube голова садовая господи вот знаете у меня душа болит не за свой лук а за ваш лук и за ваш чеснок а знаете почему сейчас расскажу пришло время когда наш лук уже высох и чеснок тоже и я хочу показать вам ошибки которые мы все делаем все вместе я это сделала потому что меня здесь не было а вы это делаете потому что вы вот так вот рукой махнули да и ладно на эти культуры но вы же понимаете что лук и чеснок в нашем организме это чистящие кель но не будет вот этих продуктов у нас на столе но не выживем мы с вами не будет такой вкусной пищи чеснок нельзя есть утром когда идете куда-нибудь чтобы не вонять чтобы никто не задыхался но есть его надо есть вечер для этого есть блюда которые с ним очень хороши посмотрите пожалуйста вот сюда вот тут даже вообще выломился зубок вот скажите мне почему это произошло правильно потому что его передержали в земле у каждого овоща есть свой срок созревания поэтому если чеснок положено убрать 10 августа вот вы хоть что делаете вы должны его примерно в это время плюс минус два дня выкопать и выкопать то надо правильно сначала подкопать сутки до дать ему отдохнуть а потом только вытащить из земли и сразу что сделать совершенно верно обрезать вот эту стрелку обрезать можно даже еще короче а почему а потому все просто а потому что трипсы обычно располагаются вот на этой на этом зеленом пере на листьях именно оттуда они попадут вот сюда именно потом чеснок вот здесь будет подгнивать и вонять просто незнамо как вот этот чеснок передержанный да его конечно бы ну грязь понимаете еще некогда было обобрать но дело не в ней даже ее тут не будет мы вот когда уберем зубчики вот это все останется нам не нужно вот такой чеснок который распадается у вас на глазах вот он вот он еще такой же это чеснок который вы употребите сейчас на засолку на любые приправы на любые леча и так далее он лежать не будет потому что всегда хорошо когда все в одежде запасной видите сверху одежка плотно укрывает причем не одна это вот кстати свободные рубашки так называемые их несколько что вызывает у не подозрения они очень холодные будет зима судя по луку и чесноку значит вот это касается чеснока теперь посмотрите на лук так уберем отсюда чеснок чтобы было лучше видно посмотрите здесь конечно замечательный красный лук и здесь замечательный это бамбергер вот когда вы мне пишите в комментариях и звоните на телефон горячей линии вы все говорите что вот у этого лука не высыхает вот эта шейка ну представьте себе что высыхает видите еще как высыхает вот теперь этот лук можно обрезать сразу лук не обрезают вот у чеснока проблема с трипсами и мы обрезаем его сразу а вот у лука нету трипсов у него из луковая муха тоже красавица еще так но нам надо все-таки чтобы вот шейка была сухой и мы это отрезаем а теперь уберем вот то что здесь осталось от корней снимем рубашка уж очень плотно прилегает но ничего страшного на самом деле помните я вам показывала сюжет где мы чистили до белой рубашки и две-три недели мы еще подсушиваем его ну вот эта рубашка сидит плотно только часть ее почему-то отошла через две-три недели эта рубашка тоже станет рыженькой но если вы все-таки подозреваете что лук там поразили какие-то насекомые все-таки снимите рубашки настолько чтобы вы видели что за чешуей нету больше никого а вот скажите мне кто знает почему такой зеленый лук вот в этом месте не знаете эх вы учу вас учу ничего не знаете а потому что его сушили на солнце больше двух-трех недель а месяца полтора это хлорофилл образовался этого тоже делать нельзя две-три недели в прохладном помещении и все лук готов и вы тут уже знаете не придумывайте ничего вот луковичка который хочу показать посмотрите видите видите насколько она зеленая а почему плохо это ну это не совсем плохо не могу почистить это плохо только потому что вы в пищу такой зеленый не положите нет поэтому придется снимать одну белую кроющую чешую но это почти третья часть луковицы поэтому сушите ровно столько сколько положено две-три недели в прохладном вот желательно чтоб солнце на него прям не падало ну недельку можно но больше то нельзя точно прохладном проветриваемом помещении у этого лука не наблюдается никаких мягких мест около донца нет ничего такого около шейки он совершенно здоров чего и вам желает корни у него почти высохли ну еще немножко посохнет он из теплицы приехал просто посохнет дома и он будет готов хранению в любом виде вот если почистить эти луковицы до снять вот эти чешуи вот только эти оставить это перо вот уже этого достаточно чтобы из него сплести косу хотите покажу ну на этом пока все я уже вам надоела с луком да но я я понимаю что все таки такой овощ нужно беречь посмотрите какой красавец ну слов нет никаких о как лаком покрытый очень плотные чешуи очень плотно прилегает и я подозреваю что зима все таки будет очень холодной